Привет, друзья! Сегодня у меня обычное видео, в котором я поделюсь с вами не такими уж и топовыми стратегиями для ПК, но которые точно можно попробовать и даже поиграть. Готовы узнать, как можно разнообразить свой геймплей и открыть для себя что-то новое? Тогда лайк и давайте начнем! Terraformance – игровой проект, представленный в жанре стратегического симулятора, где мы отправимся на просторы планеты Марс, чтобы создать на ней условия существования человечества. Ты – главнокомандующий группой людей, которая отправится колонизировать Красную планету, изучая ее и обустраивая для дальнейшей полноценной жизни. На твои плечи возлагается огромная ответственность, поэтому будь максимально внимательным и старайся не допускать ошибок, которые повлекут за собой последствия. Планета постепенно будет обретать все новые и новые краски, и лишь от тебя зависит ее развитие, поэтому старайся продумывать свой стратегический план. Возможности по достижению поставленной цели игра предоставляет массу, поэтому скучать у тебя просто не будет времени. Что касается визуального исполнения, то оно также порадует своей четкой проработкой и позволит каждому игроку стать частью событий. TerraScape позволяет геймерам построить свой собственный город, благодаря широкому выбору колод, предлагающих уникальные здания и возможности расширения. Вы можете стратегически разместить свои карты на игровом поле, чтобы заработать очки и открыть новые награды. Вам нужно будет тщательно продумать влияние каждого здания на ваш город, включая его влияние на другие здания, природные ресурсы и местность. Собирайте положительные факторы влияния, чтобы получить бонусные очки, но остерегайтесь отрицательных факторов, которые могут помешать вашему прогрессу. По мере накопления очков вы получаете доступ к новым колодам и зданиям, что позволит вам специализировать свой город и открыть еще больше возможностей. Но будьте осторожны, неправильный выбор карт может отбросить вас назад, поэтому планируйте свою стратегию с умом. Благодаря процедурным картам и сложным миссиям, TerraScape предлагает бесконечные возможности для игры. Мехабелиум – гибридный экшен-стратегический симулятор, развернутый на просторах далекого колонизированного мира. Ты сможешь испытать себя в роли высокопоставленного командира, управляющего мощной армией мехов, который вступает в жесткие сражения с многочисленными противниками. В начале игры тебе предстоит настроить своих юнитов, наделяя их специализированными навыками и боевыми возможностями, которые будут влиять на исход сражений. Необходимо постоянно развивать и модифицировать каждого солдата в своей армии, ведь враг постепенно увеличивает свои силы, становясь все более могущественным и уменьшает твои шансы на победу. Твое стратегическое мастерство проявляется уже с самого начала, когда ты разместишь мехов на поле боя в правильном порядке, предугадывая ход событий и сделать все, чтобы победа оказалась в твоих руках. Визуальное исполнение игры тщательно продумано, оно искусно сочетает в себе потрясающие спецэффекты и некую степень реализма. Игровые действия отображаются видом сверху, позволяя тебе полностью контролировать происходящее на поле боя. Heretics Fork представляет собой не вполне стандартный рогалик с двухмерной пиксельной графикой и видом сверху. Инди проект скрещивает коррекционную карточную игру с башенной защитой. Действие происходит в преисподней. Там начали проявляться дыры в пространстве, позволяющие перемещаться на землю. Этим захотели воспользоваться еретики, чтобы сбежать в мир живых. Однако местные демонические обитатели решили им помешать. Игроку предлагается выбрать себе демона и построить на месте одного из таких разломов чудовищный обелиск. Затем этот монумент нужно превратить в машину для убийств, чтобы не позволять грешникам выбираться из ада. Есть тут и метапрогрессия. С каждым забегом геймер становится сильнее. Игровой процесс выглядит следующим образом. В центре поля стоит башня, в которой со всех сторон несутся существа. Геймер должен прокачивать оборонительные сооружения, чтобы оно как можно более эффективно убивало врагов. При уничтожении этих созданий заполняется специальный кровавый счетчик. Как только шкала становится полной, игрок вместе с благосклонностью богов получает на руки карты из своей колоды. При помощи этих карточек можно активировать священные артефакты, добавлять секции, создавать гарнизоны и так далее. Урбо – это расслабляющая игра-головоломка, где вам предстоит создать собственные метеоритюрные города. Выбирайте приглянувшийся архитектурный стиль и наблюдайте, как парящие острова медленно, но верно заполняются самыми разными постройками, начиная от неприметных одноэтажек и заканчивая целыми комплексами. Проект представляет неповторимое сочетание из приятной мини-министичной графики, чарующей музыки, медитативного игрового процесса и математически продуманных головоломок, чья идеально выверенная структура способна принести незабываемое наслаждение как любителям поломать себе голову, так и тем, кто ищет спокойного геймплея. Урбо способна подарить не один час положительных эмоций за счет интуитивно понятного управления, где при этом придется хорошенько поразмыслить. Игра вознаграждает внимательных игроков за их старания, поэтому самое время приступить к делу и развить свою наблюдательность. Shadow Gambit Shadow Gambit Это уникальная стратегическая игра с элементами стелста, повествующая о проклятых пиратах на темных карибах. В этой альтернативной версии Золотого века пиратства проклятие заблудших душ висит над цепью островов, где парят злобные инквизиторы, пытающиеся жечь всех необычных пиратов. Вам предстоит собрать команду из 8 проклятых пиратов, каждый со своей придурковатостью и сверхъестественными способностями, чтобы добыть загадочное сокровище капитана Мардыхая и победить армию инквизиции. Путешествуйте по экзотическим островам темных карибов и взаимодействуйте с магией проклятых душ. Выбирайте тактики и комбинируйте уникальные способности членов команды, чтобы побеждать врагов. Вы также можете использовать мощную магию, управляя временем, чтобы остановить время и задуматься, сохранить воспоминания, вернуться и изменить свое действие. Игра полна эпических приключений и сражений, а также интересных историй каждого пирата на борту Красной Марли, живого корабля-призрака, на котором можно планировать свои приключения и узнавать больше о своей команде. Будьте гением тактики и продумайте свои действия, чтобы добраться до конечной цели. Хексаки Эта стратегия создана специально для ценителей такого жанра. Здесь вас ждут увлекательные механики и динамичный темп игры. Попробуйте свои силы в этом мире, где выживает только сильнейший. Именно такие принципы здесь ценятся. Не ожидайте долгих сессий, весь процесс займет всего лишь примерно 6 минут. Но поверьте, этого времени достаточно, чтобы выделить лучшего стратега. Генерация происходит процедурно, что гарантирует разнообразие и предотвращает повторения. Вас ждет захватывающий геймплей, который обещает быть увлекательным с самого начала. Само собой разумеется, что вам нужно будет уделить внимание укреплению своих позиций. Строите свои города, формируйте свою колоду и научитесь искусно грамотно использовать ресурсы. В вашем распоряжении современные технологии, которые помогут вам быстро развиваться. Уделите внимание торговли, ведь ресурсы всегда в цене, и вложение в их добычу оправдает себя. Особый интерес представляет опыт игры в режиме онлайн, где все происходит максимально быстро. Игроки делают свои ходы одновременно, что исключает долгие ожидания. Planet S Это стратегическая игра в реальном времени, в которой ваша цель колонизировать несколько планет в Солнечной системе, чтобы развить свою цивилизацию, построить город и обеспечить его ресурсами для развития своей фракции. Мир состоит из 16 процентурно генерируемых планет, которые вы можете колонизировать. Тип планеты влияет на внешний вид, продуктивность фермы и тип ресурсов, которые вы можете найти на ней. Каждый игрок начинает игру с космическим кораблем и достаточным количеством материалов для колонизации своей первой планеты. На неколонизированные планеты можно претендовать, построив на них космобор. Как только вы завоевали планету, вы можете интегрировать ее в свою экономику. Чтобы продвигать свою фракцию и открывать новые здания, вам нужно привлекать жителей и обеспечивать их необходимыми товарами. Привлекая все больше и больше жителей, вы будете открывать новые производственные цепочки, сложность которых будет возрастать. В какой-то момент ваша первая планета перестанет обеспечивать вас необходимыми ресурсами. Поэтому вам придется осваивать другие планеты. Хотя вы начинаете с рабочих, вам нужно принять решение о переходе на второй уровень. Вы можете повысить уровень своих жителей до уровня научной или военной цивилизации. Ваше решение определит ваш путь в игре и позволит сосредоточиться на более мирном или агрессивном способе ведения игры и одержать победу. Возможно, будет разумно тщательно обдумать свое решение и адаптироваться к ситуации, в которой вы находитесь. Жители цивилизации определенного типа зарабатывают очки научных или военных исследований, в которые вы можете инвестировать в исследования. Два древа исследования открывают бонусы и уникальные здания для соответствующего типа цивилизации. Таким образом, игровой опыт будет в значительной степени зависеть от выбранного вами пути. Stronghold Defonai Edition Проект, представленный в жанре стратегии в реальном времени, где мы отправляемся на просторы средневековой Англии, которой грозит распад после жуткого заговора лордов. Ты сыграешь роль императора, который остался верен своей стране и своим людям, а поэтому перед тобой встает ответственность за объединение земель и истребление всех, кто посмел принять противоположную сторону. Становись участником сложных и сокрушительных битв за земли, где враги будут делать все возможное, чтобы твоя цель не была достигнута. Важно собрать могущественную армию и оснастить ее мощным арсеналом, а также постоянно ее развивать, тем самым увеличивая силу и преимущество на поле боя. На свои плечи ложится ответственность и за мирных жителей, которых также нужно обеспечивать ресурсами и полноценной защитой в виде цитадели. Пройди все испытания, избавься от врага, воссоединяй утраченные земли и сделай все для светлого и безопасного будущего своего государства. Dungeons 4 Это фэнтезийная игра в реальном времени с уклоном на градостроение, в которой геймерам предстоит принять сторону тьмы и помочь абсолютному злу и его верной спутнице Талии одержать победу над силами добра. Вы попадаете в увлекательный мир, где когда-то царил мир и гармония, но сейчас наступили иные времена. Вам предстоит построить свое подземелье и направить своих существ во внешний мир, чтобы окутать его тьмой и принести победу абсолютному злу. Будьте изворотливее и коварнее, собирайте коварство и направляйте его на густые леса и зеленые луга, чтобы победить своих противников. Однако, будьте готовы к тому, что жители внешнего мира не будут просто ждать, пока вы пытаетесь превратить их земли в райский уголок. Вам предстоит установить ловушки и отправить максимальное количество существ на оборону своего подземелья. Но не забывайте, что вам ни одному придется сражаться за победу. Из внешнего мира придут гномы, которые будут искать золото и кристаллы в вашем мире. Будьте готовы защищать свои сокровища, иначе они будут потеряны. Примите вызов и помогите зловещим силам одержать победу в этой захватывающей игре. Вот и подошел к концу мой незатейливый топ необычных стратегий для ПК. Надеюсь, что вы найдете в нем что-то интересное и, возможно, вдохновитесь попробовать одну из этих творений. Если у вас есть любимые нестандартные стратегии, делитесь ими в комментариях. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»